Ярослав взлетел в воздух. Давайте все, кто обратил внимание, поддержим спортсмена аплодисментами. Аплодисменты, аплодисменты, дорогие гости! Значит, юный Тальятинец показывает вам пилотазный комплекс, исполнение фигур. Выполняет он этот производственный полет на учебно-тренировочном самолете. Самолет оснащен двигателем на электрической тяге. И на сегодняшний день это самый передовой класс. Очень бесшумно, очень тихо, но очень уверенно. Обратите внимание, ветер потихоньку усиливается. Но ребята достаточно высококлассно выполняют все фигуры. В данный момент исполняет такая фигура, как обратная петля. Самолет выполняет ее кверху колесами, а пилот старается регулировать высоту, частоту исполнения фигуры. На международных соревнованиях наши ребята буквально две недели назад на чемпионате мира в Польше очень удачно выступили. И Карпутино-Польперт, поселок Прибрежный, своими успехами вывел нашу команду на третье место на чемпионате мира. Это наша общая гордость на марте. Ура! Аплодисменты, пожалуйста! Дамы и господа, не забывайте благодарить наших друзей. Вот так вот, ребята, своими маленькими крохами вносят большой вклад в общее дело. И Самара, и Сальяне, как были приверженцами авиа, аэрокосмической столицы, так и есть. Авиамоделисты своими руками строят свои самолеты и достойно выступают на всех чемпионатах. Начиная от областных, заканчивая чемпионатами России, этапы Кубка мира. И также принимают в плотной борьбе свое участие с нашими заклятными друзьями с Москвы, Московской области, Челябинской области, Нижнего Новгорода. И, как положено, заморчание итальянцы, твердые уверенно бьют, бьют и собирают педали. Поэтому Бокин Ярослав, 13 лет, напоминая левая половина, учебно-тренировочная модель. Его дедушка Штрафов Владимир Михайлович, заслуженный тренер в последний чемпионат СССР, который проходил в 1991 году. Владимир Михайлович на этом чемпионате СССР забрал золотую медаль. А в своем активе, в 17 лет, Штрафов Владимир Михайлович получил грамоту от трижды Героя Советского Союза, маршала авиации, Героя Покрышкина. Давайте, ребят, поддержим еще раз. Авиамоделисты Тольятти, Самары открывают наш авиационный праздник. И вашему вниманию далее будет представлен импровизированный воздушный бой в исполнении младших ребят, младших наших воспитанников. И чуть позже на более профессиональных самолетах старшие товарищи также представят вам настоящий воздушный бой. Вы увидите весь нокаут, весь страсть, всю живую борьбу, так как ребята борются, борются с техникой, борются за выход в победу. Давайте не будем скупиться на аплодисменты, авиационный праздник. Всех вас поздравляю, дорогие друзья, жители города Самары, все гости, все, кто неравнодушен к авиации, кто неравнодушен к технике. Еще раз, с праздника вас, дорогие товарищи! Напомню, что комментирует то, что происходит здесь сейчас, справа от нашей сцены, Евгений Калиулин. Это вице-президент Федерации авиамодельного спорта и любитель авиации из Тольятти. Итак, ждем, что совсем скоро произойдет импровизированный бой. Да, кто-то кого-то, видимо, будет сбивать. Сейчас узнаем, кто кого. Слово Евгению Калиулину. Я продолжу. Значит, пилотажник, который выступает в настоящий момент перед вами, это фактически фигурное катание. Все мы с замиранием сердца смотрели зимой, зимние Олимпийские игры в Сочи, да? Там выступали наши фигуристы. Так вот, пилотажники, это те же самые фигуристы с обязательной программой. У них есть 16 элементов. Также присутствует строгая жюри, которая очень придирчиво, очень так, ну, скажем так, внимательно наблюдает на исполнении всех фигур. Квадратных, треугольных, петель, восьмерок и так далее, выставляет свои оценки. Поэтому, чем выше профессионализм, чем выше налет у спортсмена, тем больше шанс попасть в призеры, попасть в призы, стать победителем. И по итогам соревнований, которые проходят у нас достаточно плотно, ребята отбираются в сборную Самарскую, а там, напомнишь, и в сборную России. Наши самарчане-итальятинцы постоянно, ежегодно пополняют ряды нашей сборной России, выступая на всех международных соревнованиях. От этапов Кубка мира до чемпионатов Европы и чемпионатов мира. Напомню еще раз, в этом году наш самарчанин, поселок Прибрежный, Горбудино-Фолькер, принес в результате борьбы нам третье командное место на чемпионате мира в Польше. Еще раз поаплодируем нашей мое мотово. Конечно же не спутимся на аплодисменты, друзья.